Вот оставшийся месяц сейчас будем штурмовать, конечно. Куда вы денетесь? Будете работать. Медленными тэбами строители благоустраивают парк. Болотистая территория уже осушена, проложен ливневый коллектор, установлено ограждение брусчаткой, вымощенной центральной аллее. Однако работ еще не початый край. Площадь парка всего 9 гектаров. Перед тем, как приступить к его озеленению, специалистам необходимо снести более 700 деревьев. Под топоры и пилы попадут старые тополя. Они представляют угрозу для жизни горожан. План, который уже в принципе согласован посадок, он предусматривает гораздо большее количество деревьев высадет. Это более 2000 экземпляров. Прокладка инженерных коммуникаций, благоустройство, озеленение парка – эти работы финансируются за счет средств городской казны. Строительство развлекательного центра с кинотеатром – деньги инвестора. В условиях кризиса предприниматели неохотно берутся за объекты с большим сроком окупаемости. Объект воздушно-космической тематики, где все-таки хотим, и мы будем, конечно, тут помогать, чтобы появился планетарий, кафе, детская развлекательная территория и возможности организации отдыха и развлечений для населения индустриального района. Несколько площадок в парке Мегагарина для инвестиционных проектов будут заморожены до лучших времен. При этом работы, связанные с благоустройством парковой зоны, должны завершиться до конца года. Почти на 1 миллиард рублей снизятся доходы города в следующем году. Таковы данные финансового департамента муниципалитета. Бюджет решено было обсудить только лишь на один год. От трехлетнего планирования в нестабильное экономическое время пока пришлось отказаться. Бюджетом учтены изменения налогового законодательства. Так, с 1 января 2016 года для физических лиц увеличится ставка транспортного налога в среднем на 12 процентов. Также увеличивается с 1 января будущего года норматив по защищению платы за негативное воздействие на окружающую среду 40 процентов до 55 процентов. Почти все расходные статьи бюджета были сокращены. Капитальные вложения урезаны более чем в два раза. В проекте остались только возведения трех детских садов по улице Суворова, Павла Морозова и в Волочаевском городке. А также строительство школы в районе Ореховой Сопки. Продолжится строительство и возведение трех объектов по линии городского хозяйства. Это Тунгуска, Водозабор, Канализация. Также мы будем продолжать строительство мусороперерабатывающей станции Южная. Социальные программы, направленные на сохранение здоровья хабаровчан и обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инфраструктуры, уменьшению практически не подверглись. Заработные платы бюджетникам запланированы с учетом индексации в соответствии с майским указом президента. 80 лет назад в Хабаровске начала свою работу служба спасателей. Позже было создано целое управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Задачи гражданской обороны на современном этапе очень широко развернуты. Они включают в себя безопасность человека от имущественной практически до личной безопасности. Около 130 тысяч в год, в среднем 350 в день. Именно столько звонков поступает в единую диспетчерскую службу Хабаровска. Большинство из них жалобы в сфере ЖКХ. Отсутствует свет, не работает лифт или запах газа в подъезде. Координация действий всех служб при работе в чрезвычайных ситуациях – основная задача. Мы приняли муниципальную программу по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций. Ведется проектирование и строительство аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», который будет охватывать практически все сферы деятельности города. Это от транспорта и заканчивая химически опасными объектами. В августе 2001-го в Хабаровске был создан поисково-спасательный отряд. Сейчас высокопрофессиональные спасатели круглосуточно стоят на страже спокойствия горожан. Насосная станция управляется с помощью частотного регулирования. Чем больше потребление холодной воды, тем сильнее работают агрегаты. И если еще год назад на станции круглосуточно дежурили бригады специалистов, то теперь ее управление полностью автоматизировано. Насосы импортные, с импортным оборудованием. Поставлена современная регулирующая аппаратура по гидравлике, по пуску, по контролю работы. То есть самое-самое-самое современное. В связи с точечной застройкой центра города мощности старых насосов не хватало. За 40 лет эксплуатации в негодность пришло и электрооборудование. После реконструкции станции, как заявил мэр Александр Соколов, в центральном районе и части железнодорожного налажена бесперебойная подача холодной воды. Мощности увеличены в три с половиной раза. И если когда-то эта станция позволяла подать полторы тысячи кубометров питьевой воды, то сегодня пять. Поэтому более чем в три раза. И уверены, что эта станция будет работать с высокой надежностью. В Хабаровске практически решены вопросы с водообеспечением населения. Несмотря на финансовые трудности, продолжается строительство второй очереди очистных сооружений канализации источных вод. Это дает перспективы для развития в городе не только жилой застройки, но и промышленных комплексов. В Хабаровске участились случаи нападения собак на людей. Бездомные животные стаями обитают в разных микрорайонах города. Так, например, жители улицы Фоломеева оказались практически в тупике. Единственную дорогу, ведущую в школу и детскую городскую больницу, облюбовали бездомные дворняги. Я иду, смотрю, собака сзади, повернулась, сзади собака. Вот с этого вот выскочила где-то с кустов, значит. И на внука сзади накинулась, набросилась. Ну, а внук, конечно, закричал, испугался. Я с сумкой была, с сумкой навернула эту собаку. К нам постоянно обращаются, боятся ходить. У нас очень много здесь бегает собак. Скусают людей, кусают детей. Оксана Краенова регулярно у дверей своего дома находит коробку с щенками. В последний раз их было восемь. Да, у нее вон там два щенка. А еще и два щенка. Мы утопили, а двоих мы не смогли достать. Вот как можем, так и справляемся. А были случаи, когда... Хотя они звонили во все дырки. И на князь в балконку. И везде звонили. Никто, ничего. Мы приедем и приедем, когда они маленькие. Никто, ничего. Никому оно не надо. Ярые зоозащитники от животных открещиваются. Куда ни позвони, причин находят массу. Алло. Да, я вас слушаю. А, Наталья, Наталья, здравствуйте. Это вот вам звонят жители домов по улице Фоломеева. У нас здесь свора собак. Вы бы не могли их забрать себе в приют? Вы знаете, у нас нет триюта. Это первое. У нас... Ну, в смысле, лишних мест нет в приюте. Потому что мы недавно забрали собак из Матвеевки. Это вопрос не к нам. Абсолютно. Потому что в первую очередь должна работать служба по отлову. Почему те, кто у нас выступает о зоозащите, которые говорят со всех трибун, со всех площадок, мы заботимся, мы любим животных. И, к сожалению, после моего обращения к нескольким из них, ну, никто не пришел, никто не принял никакого решения или какой-то оказал помощь за тех же самых вот этих бездомных псов. Тем временем, только за прошлый год в городе было зафиксировано свыше четырех тысяч пострадавших от укусов собак. Более сотни пациентов. Это только в нашей поликлинике. По нашему району, по городу, это явно больше. Сколько поликлиник в городе? В каждом... В каждой поликлинике точно такая же ситуация абсолютно. Специалисты поликлиники предупреждают, если человека укусила бездомная собака, необходимо срочно обратиться к врачу. Курс лечения составит 90 дней. Красота спасет мир. Известное выражение стало девизом художников-любителей студии живописи 3D, что обозначает душа домашнего дизайна. Хабаровские энтузиасты-художники организовали выставку под названием «Краски лета». Выставки мы проводим периодически. Приглашают нас разные кафе, банки, разные предприятия, страховые фирмы приглашают. Некоторые картины художники оставляют в дар организациям, как, например, онкологическому центру. Это хорошая арт-терапия. Причем как для мастера, так и для зрителя. А также возможность для всех хабаровчан познакомиться с творчеством художников-любителей. Были такие передвижники в 19 веке, художники, которые выходили в народ. Мы вот отчасти, если можно сказать, конечно, это по большому счету, конечно, они были передвижники, но мы тоже немножко вот такие вот передвижники. Желание раскрыть все краски окружающего мира и максимально приблизить свои картины зрителю объединило художников и предпринимателя, безвозмездно представившего пространство своего кафе для экспозиции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова